Всем здравствуйте! И мы продолжаем изучать Тору, знания от Всевышнего, как в этом мире вообще жить, как жить дальше. Значит, есть люди, которые... Первое, вот очень важная такая вещь, что вы же знаете, что человек, он не воспринимает весь окружающий мир полностью, да? То есть мы воспринимаем только маленький кусочек мира, на чем фокусируем свое внимание, и мы воспринимаем только то, что мы воспринимаем маленький кусочек мира, еще плюс мы его воспринимаем через призму своих предубеждений. Поэтому человек не живет в мире в реальном, а он живет в своем субъективном мире, который сам же и создает, фокусируя внимание на чем-то, и интерпретируя это то, на чем он фокусирует внимание. Поэтому я прямо удивляюсь, что я встречаюсь с людьми с разными, да? С одним встречаешься, как дела? Вообще прекрасно, ты знаешь, вообще там, вообще супер. Вот я понимаю, что он живет в мире, у него все супер, вообще все великолепно. Встречаешь второго, как дела? Вообще ужас, ты что, вообще не понимаешь, что происходит, где мы находимся, все. Думаешь вообще, в каком мире он живет? То есть каждый живет в своем мире, поэтому мы с вами реально, мы живем в настоящем, в реальном мире. Потому что мир Доры, это реальный мир, это настоящая божественная реальность, объективная реальность. Это очень прекрасно, это очень радостно, что повезло нам всем встретиться, что очевидно, вот все люди, которые здесь находятся, да, имеют прямой контакт с Богом. Есть известная книга, она была написана тысячу лет назад, называется она «Кузари». Даже, может быть, было бы классно сделать по ней урок, или сделать такой короткий урок по книге Кузари. Да, было бы классно, сокращение такое. Значит, Кузари, эта книга тысячу лет назад, она написана, Раби Иуда Оливия написал. Она рассказывает о одном царе, хан, который искал путь к Богу. И он искал, он искал, он хотел понять, как вообще вот Бог, как с ним установить контакт. И ему приходил во сне такой, как ангел, и говорил, что твои намерения Богу угодны, а дела нет. Потому что как он устанавливал контакт? Он туда пошел, сюда пошел, тут шаман, тут какой-то сумасшедший еще какой-то, да. И он, значит, пытался, пытался, а потом он уже решил так, я соберу сейчас классику. И он собрал еврейского раввина, христианского священника и мусульманского священника. И, по-моему, философа там. Я вот давно эту книгу читал, надо перечитать. И вся эта книга, это диалог между вот этими вот мудрецами, да. Самые такие вот вопросы, которые возникают у человека, который хочет установить личный контакт с Богом, действительно разобраться. Значит, а мы сейчас изучаем книгу, которая называется «Пути праведников». Тоже она написана тысячу лет назад. Никто не знает, кто ее написал, кстати. Возможно, что Рабиуда Оливье уже написал. Не знаю, автор скрыл себя. Это древняя книга, которую читают уже тысячу лет в еврейском, таком религиозном, классическом мире. Мы, кстати, вайкра, это классика. Мы классический ортодоксальный иудаизм полностью. Мы ортодоксы, мега, гипер, супер, ультра ортодоксы. Мы настоящие. Просто мы как бы любители такие, да. То есть мы как физкультурники. Но есть истина одна. Невозможно реформировать иудаизм, да. То есть есть некая объективная реальность. Потом эта объективная реальность переходит из поколения в поколение. Можно просто о ней говорить с уважением. Но те, которые называют себя реформистами, это то же самое, как я реформист и веган. Я реформист и веган, который кушает мясо. Час в день всего, но час в день можно. Реформистским веганам можно кушать час в день. Вот давайте у нас, кто хочет со мной вступать в реформистские веганства, значит, welcome, будем кушать час в день мяса. Кто хочет быть нудистом-реформистом, это те, кто одеваются полностью одеты и никогда не раздеваются. Это реформист и нудист. Потому что классический нудист, он же раздевается, а нудист-реформист, он не раздевается. И вот реформист иудаизм, это то же самое, как реформист и нудизм. То есть это вообще что-то другое, это такой обман, который вообще просто даже невозможно передать. Хорошо, друзья, все, двигаемся дальше. Врата раскаяния. Мы изучили вчера, что семь вещей были сотворены до сотворения мира. То есть вот это вот мироздание в том виде, в котором мы его воспринимаем, солнечная система, вселенная, там звезды, таблица Менделеева и так далее, это все было, это как компьютерная игра, которая была сотворена, но до нее было семь вещей, уже было сотворено до того, как начало разворачиваться вот это вот материальное мироздание. Сейчас не будем уходить в кабалу, но кабала описывает как бы вот это вот программирование мира. То есть как вот мы пользуемся же компьютерами, но я думаю большинство из нас не программисты. А программисты, он говорит, да, знаем мы вот эту операционку, на которой ты там сидишь, вот этот вот, знаем мы сейчас тебе расскажем, на чем телеграм работает, на каком принципе. Я понятия не имею вообще, как телеграм работает, как у нас есть трансляция в ютюбе, трансляция в телеграме, трансляция в фейсбуке. Я вообще понятия не имею, чем отличается Windows от iOS. Даже близко мне непонятно, как и большинство людей. Точно так же миром пользуются все, но программирование мира, да, это изучает кабала. Кабала это как раз о том, что происходило в духовных мирах до того, как был мир создан, и что происходит как бы за кулисами вот этой вот воспринимаемой реальности, что там происходит за ее как бы кулисами, да. Вот мы изучили уже, что семь вещей было создано до мира. Тора это проект мира, программное обеспечение. Тшува, раскаяние, это механизм, позволяющий исправлять баги, да, исправлять ошибки духовные. Это механизм возвращения. Вот мы сейчас, это врата раскаяния, мы как раз изучаем, как работает этот механизм возвращения. Дальше, Ганеден Дейном, это рай и ад. Это места в духовном мире, где в Ганедене получают приз за правильно пройденную жизнь, а в Дейноме получают очищение. Дейном это не ад, как вот мы понимаем, вместо наказания. Дейном это место очищения, потому что что делать с человеком, который в течение жизни, он выполнял много очень хороших, добрых дел, учил Тору, выполнял заповеди и набрал вот эту большую духовную силу для того, чтобы перейти в духовный мир, да, у него он набрал подъемную силу. Он скупил биткоинов нормально, у него есть биткоины. Но он же не знал, что биткоины можно покупать только у честных людей, которые их майнят. И нельзя покупать биткоины у тех, которые их украли, например. А он купил 80% у тех, которые биткоины он купил на честные, ну как бы на созданные. А 20% он купил биткоины у наркоторговцев, у грабителей, да. И он так приезжает туда, говорит, мне в рай, я как бы на воикру деньги давал, на уроки Торы ходил, заповеди соблюдал. То есть я как бы вообще на духовном плане праведник. Книгу пути праведников прошел, мне в рай. Ему говорят, извините, но есть вот пару действий, которые ты делал. Ну вот, вот у тебя это, ворованные биткоины, вот у тебя разбрат, вот у тебя, там я не знаю, что он еще мог делать такого запрещенного, да. Что там, в общем, он наделал 20% вещей, за которые в рай не пускают, никак. Он говорит, а как мне быть? 80% я делал хорошего, а 20% плохого. Ему говорят, есть место, называется гей-ином. Переводится как химчистка. Придется тебе, чтобы уравнять вот эти вот честно, чтобы все было справедливо, тебе придется за вот эти 20% страданий, которые ты приносил людям, потому что те, которые вот, например, сейчас в Украине поймали четверых людей, они выкрали одного человека, пытали его, как раз у него с криптокошельков забрали деньги, да, он им все отдал, так они его пытали, и потом они его убили. Если потом кто-то купил у них, зная, что они эти деньги украли, купил у них эту криптовалюту, то на нем как бы часть есть вот того, что они сделали, да, может быть. Я не выдаю сейчас подробностей, не хочу никого судить и обвинять, но допустим, допустим. Теперь, как уравнять потенциалы? То есть в мире же все должно быть справедливо, поэтому гейнон – это очищение души, это как есть вот более красивое название на русском, иногда называют ад – чистилище. Вот это реальное чистилище. Теперь это было создано до мира, то есть была создана как бы система координат. Потом был создан до сотворения мира Кисеака, вот мы говорили на прошлом занятии, это трон Всевышнего, да, система управления, там, где бесконечный, безграничный, непостижимый Бог, Творец Мироздания, переходит в постижимое Мироздание, и Он же, это Он, есть только Он. Там, где Он переходит, назвали вот этот вот переходный весь механизм перехода непостижимого Бога в структурированное Мироздание, включая таблицу Менделеева, назвали трон славы. Почему? Потому что на то время пророки, они не могли дать название компьютер, они не могли сказать, что это выглядит как, я не знаю, там, матрица, набор цифр, летящих в воздухе. У них не было никаких примеров других. И они, видя вот этот вот переход бесконечного в ограниченное, они назвали трон славы. И храм был создан до того, как был создан мир, то есть это как пуповина. Храм – это пуповина, которая соединяет духовный мир и материальный мир. Поэтому вот это вот место, где стоял храм до сих пор, Храмовая гора в Иерусалиме, оно называется ворота в небо, пуповина, соединяющая духовный мир и материальный. Из-за него идет война, крестовые походы. Кто владел вот этим вот местом, тот ближе всего к Богу, к соединению с духовным миром. Сейчас в мусульмане вот это стоит, там, золотой купол на этом месте. Но евреи вокруг, значит, внизу раскопали, подкопали, потому что царь Соломон – ковчег. Это сама пуповина была в ковчеге Завета. И это все под землей. Царь Соломон, когда строил первый храм над землей, он построил бункер внизу, как, ну, есть бункер, как вот Чернобыль, внизу, где происходит ядерный взрыв. И там основа вот этого вот пуповина мира, соединения с духовным миром, оно внизу, под горой. Под стеной раскопки, вот как стоит стена плача, такая же в глубину идет. Ее подножие там огромные камни, вообще по 15 метров. Вообще непонятно, как их туда привезли. И есть там синагога в стене, выдолблена в стене прям синагога, максимально близкое место к ковчегу. И там, если молиться, там невероятные, ну, как бы, больше всего, ты ближе всего к тому месту, где материальная реальность соединяется с духовностью. Храм и имя Машиаха. То есть до сотворения мира был создан потенциал для того человека, который называется Машиах. Это будет воплощение, самое яркое воплощение силы Всевышнего в этом мире. Если так можно его сжать, это как бы такой Машиах, это сверхчеловек, мессия, который придет и скажет, все, наступает новый период. Это мы вчера до этого вместо дошли. Теперь задает автор книги вопрос, почему же именно эти семь? Почему именно эти семь были созданы до мироздания, до того, как потом было создано уже программные коды, потом все мироздание? Отвечает он так, «Знай же, что мир создан в основном для человека». Потому что никому иному нет надобности в нижнем мире, кроме человека. И он властвует над всем нижним миром. Над скотом, животными, птицами, рыбами, пресмыкающимися. А поскольку мир создан в основном ради человека, то необходимо, чтобы, во-первых, была Тора, которая позволяет миру существовать. То есть долг должна быть структура. То есть если человек, мир создан для человека, представьте себе человека, который безумный, у него клинит, проводки отходят, он не знает, где он, что он, вот такой вот. Это же невозможно. То есть этот мир – это не хаос. Поэтому Тора – это структура, которая была до мира. То есть Тора – это как само слово переводится «учение». Итак, Тора – это структура, которая была до мира. И этот мир, так как он структурированный, он же должен быть, вначале должен быть план, а потом из этого плана появляется все. То есть структура, она невозможна. Помните было, когда Бог сотворил мир? Написано, вначале Земля была «тоу-ва-воу». Вначале был хаос. И вот этот хаос, он был структурирован вот этой вот силой, которая держит атомы вместе. Вот почему, например, вы знаете, что атом состоит, атомное ядро, и вокруг него летают частицы. Если посмотреть на атом с точки зрения пустое пространства, заполненной материей, то окажется, что 99% атома, то есть 99% материи, которая вся состоит из атомов, она пустая. Эти атомы соединяются в какие-то молекулы, эти молекулы создают материалы, и оно не разлетается. Почему оно не разлетается? Как это весь мир этот, он существует, он внутри пустой, он не разлетается. Какая сила держит его структуре, да, в форме? Вот это и есть этот план, божественный план, который установила, да, высшая мудрость установила, что у каждого молекула, у каждого там элемента в этой системе, у него есть свое место, своя структура. И любое изменение, закон сохранения энергии, все эти законы, это и есть Всевышний, который их установил. На первом месте была Тора. А поскольку Тора была эта жесткая структура, то тогда нужно было на втором месте сделать механизм раскаяния. Потому что, если в эту систему попадает человек, у которого есть свобода выбора, и который является сотворцом реальности, потому что Всевышний, когда сотворял человека, он сказал, по образу и подобию я делаю человека. То есть, я делаю по своему образу и подобию. Но это не внешне. Сравните. Бог, который непостижим, который сказал, что никак нельзя меня изображать, никакого изображения. То есть, это как непостижимый, бескрайний, бесконечный разум. И человек, который, что такое человек, да? Сидит какой-нибудь человек, такой вот, смотрит, там, в носу ковыряется. Что это? По образу Бога? Бог в носу ковыряется? Понятно? Нет. То есть, имеется в виду, что когда Бог Творец, Он сотворил мироздание, у Него есть творческая сила создавать, да? Create, Творец, так он и называется. Так вот, у человека тоже есть творческая сила, так как Бог внутри человека присутствует духовной этой силой, душой, то тогда Бог сказал человеку, мы с тобой партнеры, да? На осель-то, Адам, мы сделаем человека кетцермену, кетмутену, мы сделаем человека по своему образу и подобию. То есть, вот он человек, я тебе даю силу творить, я тебе даю свободу выбора, твои мысли влияют на эту материальную структуру, на вселенную, на законы, но, так как он человеку дал такой люфт колоссальный, да? То есть, возможности двигаться, выбирать, творить, то человек может разрушить мир. Теперь, если он может разрушить мир, то Бог предусмотрел то, что называется второй элемент из семи, чува. Чува это возвращение к предыдущему шагу. Когда, например, создают какие-то сайты, какие-то большие интернет-системы, то даже просто вы в Google загружаете в Google Диск документ, он все время, каждые 10 минут сохраняет предыдущую версию. что если вдруг произошла какая-то серьезная ошибка, можно все время откатить на шаг назад на предыдущую версию. И это и есть механизм раскаяния, механизм чувы. Например, кто-то там сделал какое-то действие, да? Неправильное. Какое-то он сделал то, что называется грех, да? Он ошибся человек. И он ошибся в этот момент, когда он сделал этот грех. Как он его сделал? Он вначале захотел, потом подумал, потом сказал, потом взял там кого-то убил, а потом он думает, блин, что я наделал вообще? Куда? Как же? Как я мог, да? Теперь, как он может откатить назад? Он возвращается к первому же шагу. Я не хочу, чтобы это произошло. Я раскаиваюсь, я вообще, ну, искренне, Бог же читает сердца. И когда он у себя внутри откатил все назад, и он потом, попав в такую же ситуацию, не делает так, это значит, что он в духовном мире, он как бы стер предыдущую версию своего поступка. То есть, то, что вот мы всеми своими поступками, словами, действиями, мы влияем на духовный мир, как человек, это как, помните, когда был сон Якова, и Якову ему снился сон, лестница, которая стоит под ножем на земле, и вершина уходит в небо, и по лестнице ангелы поднимаются, ангелы спускаются. Это была метафора того, как устроен человек в духовном мире. То есть, есть тело, это как подножие лестницы, стоит на земле. Вертикально ходящая лужа, которая, значит, таблица Менделеева, смешанная с водичкой, и каким-то образом струккурированная в каких-то десятки диаграммах, мяса, костей, ну и прочего. Теперь это подножие. Теперь в этом подножии есть, наверху есть элемент, который похож на компьютер, это интеллект, который на вот этом вот, одет на всю нервную систему, на тело. И этот интеллект, он программируется очень медленно. Для того, чтобы человек чему-то научился, например, фобию можно приобрести за секунду. Да, человек научился, его нервная система бояться, он за секунду может фобию приобрести. Травму может человек приобрести за секунду. Где-то взорвалось, он уже тут травмированный, тут у него фобия, тут все. То есть, на страхе нервная система быстро учится. А, например, научиться водить машину уже сложнее. Научиться играть на музыкальном инструменте еще сложнее. Научиться новому языку еще сложнее. Изучить Тору вообще сложно, потому что это внедрит в себя восприятие, как бы, да, ты соединяешься с духовным миром через Тору. Дальше, человек, когда он в себя внедряет эту Тору, он же остается по образу Бога. Свобода выбора. И он может выбирать или Тору посмотреть, или какой-то фильм ужасов, не дай Бог, или поучить полезное что-то, помолиться, почитать псалмы, сказать спасибо Всевышнему, сделать доброе дело. Или наоборот, сидеть, значит, почитать новости, наполниться какой-то ненавистью, по, как раз, журналист хорошо сработал, он прямо, вот его задача была вызвать этой статьей максимальную ненависть, потом пойти, взять, значит, нож и кого-то зарезать. Свобода выбора. Не дай Бог туда, не дай Бог, или дай Бог в хорошее, и не дай Бог плохое. Теперь, если человек это делал, 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 он плохое, там, бухал, наркотики, значит, какие-то писал гадости в интернете, потом он сидит и думает, блин, ну и куда я пришел, ну где я теперь, да, то есть я уже на дне, на дне, на дне уже, куда дальше некуда, все, тупик. А если я пойду по другому пути, если я сейчас начну благодарить Всевышнего, если я начну молиться, если я начну учить Тору, если я оставлю, значит, своих друзей, алкоголиков, и друзей в кавычках, да, и наоборот, пойду сейчас там в ближайшую синагогу, и, значит, начну там помогать, к примеру, да, может быть, все пойдет по другому. И вот человек начинает, послушая там все уроки на мой экран, на мой экран, знаете, сколько есть уроков? Ого, есть на мой экран много-много уроков. И вот человек, он начинает слушать уроки Торы, благодарить Всевышнего, молиться и делать упражнения какие-то, да, потому что, чтобы от алкоголизма избавиться, нужно вместо алкоголизма что-то вставить. И он говорит, хорошо, я сейчас там один раз присяду, подышу, потом пройдусь, потом сделаю это, потом, оп, и он стал вдруг ультрамарафонцем. Не вдруг, прошло полгода, он религиозный ультрамарафонец, не то, что он не пьет, он воду иногда пьет, как верблюд стал вообще, да, значит, ушел в ультрамарафон, все, уехал. А что ультрамарафонцу надо? Чуть-чуть воды, чуть-чуть риса закинулся, макаронов поел, и дальше бежает. Все, был алкоголик с лишним весом, стал, значит, царик, праведник с ультрамарафонцем. Знаю таких людей лично, есть такие люди, которые полностью изменили свою жизнь вообще на... И вот этот механизм называется ЧУВА, возвращение к заводским установкам. Они не стали другими. Внутри толстого всегда есть худой. Внутри каждого находится праведник, ультрамарафонец, добрый, святой человек, потому что по изначальным установкам, там, где у человека есть его душа, то у него душа светлая. Душа это Всевышний. Как там? Там нет зла. Только вот на вот эту вот душу потом одето тело. Потом, если это тело в детстве били, человек становится, как загнанный зверь. Он все детство думает, а там что, а там что, а там что? Все маньяки. Почему они маньяки? Их в детстве насиловали, били, убивали. И они, как бы, для того, чтобы они все детство мечтали только об одном, отомстить. Потом они выросли. У них, как бы, вроде он сверху выглядит, как человек, а у него внутри загнанный вообще в угол крысеныш, которого, который вынужден был для спасения таким стать. И он, значит, потом ходит и делает зло. поэтому, еще раз, если добра будет много, не будет вот этого зла. То есть, зло исчезнет, если будет много добра. И это очень важно развивать, вот этот свет, добро. В любой момент, любой период своей жизни можно перейти на правильные, хорошие пути. Поэтому было создано вначале Тора эта структура, которая обозначает, что такое правильные пути, что неправильные, что добро, что зло. Потом элемент, который называется чува, потому что, если кто-то пошел не так, баг, можно, и человек может откатиться к заводским установкам, и мир, когда был потоп, мир откатился к заводским установкам. Дальше, рай, ад, это были места, значит, плюс-минус, которые производят, рай производит вот этот вот свет, удовольствие, к чему все люди стремятся, ад производит свет, вот этот вот страдания и боли, система управления о храм и машинах. Вот поэтому он нам объяснил, почему все было создано именно в таком порядке. Потому что, если бы не было чувы, не было раскаяния, до мира создано, то мир не просуществовал бы и одно поколение, потому что, как говорил царь Соломон в Экклезиасте, нет на земле праведника, который творил бы добро и не согрешил бы. Нет ни одного, даже самого правильного человека, который бы не ошибался. И вот этот механизм чистка, чува, раскаяния, он и является спасением для мира. А как только поколение согрешит, следует уничтожить его, потому-то в Тории записано происшедшее со Сдомом, Сдом и Амора, чтобы оповестить грешников, что они и все им принадлежащее должно быть уничтожено. И то, что Бог, злодея, пока месть удерживает, иногда там ждет, пока они раскаются, то есть всевышний же добрый, человек делает зло, выбирает делать зло, Бог ждет, 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 но в итоге все равно мир-то справедлив, Бог это истина, объективная реальность. По объективной реальности зло не может существовать. Поэтому история со Сдомом была в начале, Торы, поэтому история с потопом была в начале, чтобы оповестить грешников, что все зло и все их имущество, и все, что им принадлежит, будет уничтожено. И поскольку Тора и Раскаяния были прежде всего созданы, то есть система плюс элемент отката на предыдущую версию, значит Раскаяния, дальше потребовалось, чтобы был Ганеден, то есть рай и ад и трон величия, которые суть места приготовлены для того, чтобы воздать человеку по заслугам его. То есть раз есть система, раз есть в этой системе предусмотрена награда и наказание, и трон Всевышнего это управляющий элемент вот этой всей системы, то тогда есть возможность чува, ну то есть все понятно, всем я думаю понятно как раз как работает, а поскольку это было прежде всего, то потребовалось, чтобы были храм имя Машеха, ибо в те дни земля наполнится знанием, и в людях не будет злого начала, и все великие и малые познают Всевышнего, и тогда все узнают, что мир создан для служения Всевышнему. Поэтому прежде мира были эти семь вещей. Все, мы сегодня как раз разобрались, почему они были прежде мира. Дальше будет у нас на следующем занятии семь причин, почему человеку нужно сделать раскаяние к своей главной божественной версии в молодости, когда он еще в рассвете сил. Значит, завтра мы об этом узнаем. Десять утра с Божьей помощью. Все, спасибо огромное, что приходите на уроки. Напишите, пожалуйста, свои инсайты. Мне очень интересно в комментариях напишите свои инсайты, что вам открылось, что вам стало понятно. Поделитесь, пожалуйста, своими инсайтами со своим окружением. Поделитесь уроком со своим окружением. Становитесь друзьями в Айкра, партнеры в Айкра, спонсоры в Айкра, чтобы больше людей узнали о Всевышнем, узнали, как создавать добро, как быть, как исправить свои недостатки, как исправить свою жизнь. И с Божьей помощью мы увидим, как миллион часов Тора приведет третий храм Машерха, прям увидим своими глазами. И каждый в личной своей жизни тоже может это увидеть, потому что чем больше у тебя внутри света, тем больше тебе света открывается снаружи. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью, встречаемся завтра в 10.00. И чтобы заслуга этого урока, все, кому нужно выздоровление, выздоровели. Все, кому нужно шалом бать, чтобы был шалом в доме, в мире, чтобы был шалом, чтобы нашли все себе. У каждого из нас есть что-то, что нам не хватает и что-то, что Всевышний нам дал в избытке. Так что, как только мы оценим то, что Всевышний нам дал в избытке и поблагодарим за это, Всевышний восполнит все недостатки. Все, всем удачи, успехов, до завтра.